доброе здравия ребята меня зовут Хитрукий Лена я житель южной части Украины заводчик птицевод перепеловод на сегодняшний день 17 января 2024 года отправки посылок с нашего хозяйства и я хочу вам показать на обзоре я уже показывала яки отправляю инкубационное яйцо перепела емкости коробки разного формата соответственно и упаковки происходят в разном плане тут коробка в объеме в объеме на 5 килограмм заказали у нас яйцо в количестве 100 штук в количестве 100 штук так как у нас январь месяц и холода делаю термобокс и сейчас вы бачите мои постоянные зрители побачивают что что то не то даже цей заказчик який у нас заказал инкуб яйцо он открыв поймет что что то не то всегда на видео было показано что я отправляю в соломи да ну так как идуть холода морозы делаю я термобокс из пенопласта и уложить лотки уложить лотки с инкубационным яйцом плюс добавлением соломы не очень-то удобно что я сделал я каждый раз упаковываю по разному и кому интересно як я упаковываю может вы сами хочется тоже упаковывать и продавать яйцо с отправкой можете подавиться мои видео кто является администратором группы птицевойческим можете взять мои видео и кинуть на группу на обзор для ознакомления возможно у когось будут вопросы а как отправить как упаковывать в это время когда холодно это есть группы в фейсбуке птицевойческие также есть телеграм-канали ефы и вайбер группы применить для себя в каком качестве выставить как за свои уточняй применить для себя как вариант упаковки яйца вот и вы можете применить уже на своем как я сказала значит у меня всегда лотки пересыпалися соломой зима холодно термобокс из пенопласта и вот это вот есть шелуха от ячменя ячмень мы да хотя ты правильно сказала ячмень мы перебиваем на в измельчителе крупа и для по предназначению в корм животными в 3 так и варим собакам и кошкам кашу а вот остается вот я шелуха и можно применить на подстилку птицы и можно и я применяю сюда вот в самых латочках есть у тебя шелуха присыпаю шелухою между яйцами дабы яйца яйца не гоняли так як яйцо крупные и лотки я применяю вот такие вот пластиковые они для крупного яйца вот вы многие делают что опилки и стружка если есть у вас в том в наличии вы можете применить я в таком формате раньше работала совсем по-другому и еще раньше совсем по-другому значит ребята в этой коробке едут инкуляционные яйца перепела коробка с объемом на 5 килограмм а сын уже запечатал с объемом на 5 килограмм там находится термобокс из пенопласта все яйца находятся в лотках пластиковых самое яйцо в пластиковых лотках пересыпано шелухой от ячменя потом же уложені в термобокс из пенопласта лотки пересыпані не соломой пересыпані шелухой от ячменя ставлені ще кардонові листи щоб яйцо було находилось на плотной площадке тут три этажа три этажа зверху тоже пенопласта термобокс на сьогоднішний день 17 января 2024 года за бортом мінусова температура все-таки я хотела переждать ну заказчик сказав що бере під свою ответственность заказ був на 100 яиц я вам отправляю 120 не донесли перепілки 117 яиц 117 3 не додули значить все це в коробі короб у транспортной компанії новая почта і ще притягується стретч пленкой щас в такому варианте це все їде на почту пока сын поставив такие указатели но ще на почте буде тут у нас накладна вот ее последні цифры буде накладна наклеиваться буде ще в почте указателі ставиться стрелочки і указателі що це хрупкий товар Всегда коли я отправляю яйцо будь який куриний или перепелины всегда на коробке я ставлю указателі що там хрупкий товар ну і стретч пленка не знаю наскільки сохранить то есть розморозку щоб яйцо не розморозилось і ще раз повторюсь уже вам в цьому видео если у вас возникнуть вопросы по розморозки інформацію можу предоставить всі консультації платні можете уже сами розморажувати по своему опіту если вам надо яйцо пришло в таком состоянии возможно попали під мороз це їде посилка на кременчуг я проживаю 1 майській николаївської області значить есть видео у мене тоже я підкреплю одне і друге про термобокс і про упаковку хотя там була солома а тут у нас шулуха надеюсь начало було видео я його скреплю і оце буде то есть ви щас це побачите і потім уже побачите видео де я начала в процесі розказу все благополучна інкубация тобі дать телефонся благополучна інкубация щас я сделаю якийсь такі один вопрос підняти да можуть бути от упаковки а там внутри всі бути разні це в зависимости от времена года і в зависимости количества яїц і який об'єм коробки если по примеру те яйца ви заказали в коробке в об'єме на 10 кг там би більше була соломи вот ну я сделала такий вариант если вона щас есть пенопласт я делаю пенопластом закончиться пенопласт значит щось будем друге или я закуплю листы пенопласта и буду их учитывать стоимости яйца все буде в разное время в разні месяца в разні времена года яйцо якого перепела це техасскими мясный перепел можете ознакомиться на ютуб-каналі хитро келена жизнь на даний момент цити линейки работають ранее на ютуб-каналі хитрочкин двор тоже был в техасе там друга была совсем птиця можете и предварительно ознакомиться по отправкам и упаковкам на ютуб-каналі хитро келена жизнь дивіться в плейлисте плейлист отправки и упаковки и в плейлисте альбинос техаский тоже показана наша птица в плейлисте показана инкубация птиця все показано и даже в плейлисте экологические продукты питания у хитрочкина кухня на первом канале тоже переработки продукции птиці можете ознакомиться визуально яка цитушка и что я с ней производю все удачной инкубации нашему заказчику Вячеслав инкубируйте то что вы взяли на свою ответственность ну как бы сказать да но и за то что я отправляю тоже якось бы надо то есть я хочу сказать все что можно и мне было сделать в эту погоду я все зробила от себя зависит что да а это зависит что заказчик взял на свою ответственность могу как ну как попало отправить все равно я сделал это так чтобы не пострадало яйцо и чтобы вы вели именно перепела в такие как вы видите в меня на канале благополучно в инкубации Всего вам доброго, пускай птица вас радует и вашу семью, ну и все наилучше. А моим зрителям, моим подписчикам, кто, возможно, рассматривает еще информацию о покупке инкубационного яйца от перепела мясной утяжеленной, пожалуйста, обращайтесь по номеру телефона 067-347-6832, подключен Viber, пишите, наблюдайте, сезон открыт. Запись уже есть, у нас январь записанный, уже у нас до 10 февраля записано. Так что, ребята, реанимируйтесь, всем всего наилучшего, всем добра.